МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Расскажем о производстве молочной продукции в Туве. В республике участились случаи нападения клещей. Сегодня 2 августа, день воздушно-десантных войск, или, как его принято сокращенно называть, день ВДВ. В честь него глава Тувы Владислав Хоулых в социальных сетях опубликовал поздравления в адрес тех, кто служил и служит в рядах воздушно-десантных войск России. Глава подчеркнул, что десант – это настоящая элита российской армии. Воинам этих подразделений присуще высочайшее мужество и готовность выполнять самые сложные боевые задачи. Наша крылатая пехота – это воины высшей пробы, умеющие выживать в самых жестоких боях и побеждать них. Не случайно каждый мальчишка мечтает попасть в голубые береты. Горжусь, что и наши земляки в десантных войсках были представлены достойно. А многие и сегодня в строю. Рад, что традиции ВДВ сохраняют сегодняшние десантники и ветераны, передают их молодежи, шествую над школами, над кадетами. По данным регионального министерства образования, всего в этом году в первый класс пойдут около 8 тысяч детей. Численность обучающихся в школах на 2022-2023 годы составляет более 70 тысяч. К началу нового учебного года в Туве ремонтируют 27 объектов образовательных учреждений. Ремонтные работы планируется завершить в срок. Поэтому глава Тувы Владислав Хоулых лично ознакомился с подготовкой к новому учебному году. Социально значимых образовательных учреждений Кызыла, в частности, проинспектировал столичную школу номер 8, где сейчас ведется строительство спортивного и актового залов в начальной школе. Подробности у Инны Клоян. Само здание начальной школы номер 8 Кызыла было построено более 10 лет назад. Но из-за возникших трудностей с финансированием, спортивный и актовый залы не были достроены. Все это время дети занимались физкультурой на пришкольной территории. Директор подрядной организации ООО «Элита» отметил, что на данный момент проводятся земляные работы, уплотнение грунта, засыпка пустот вокруг фундамента. По нашим расчетам мы фундаментные работы до 10-го, 20-го закончим, 20-го августа. А потом идет уже перекрытие подвальное помещение, потом уже кирпичная кладка. Ну, постараемся, постараемся. До конца года закончить строительные работы, а потом начинается перекрытие спортзала. После перекрытия идет фасадная работа, внутренняя и фасадная. Тепло там, вода. В текущем году для строительства спортивного и актового залов найдены средства благодаря переговорам главы ТУВИ с частным инвестором. Благодаря этому появилась возможность начать строительство. Владислав Ховалык держит на личном контроле ход строительных работ. В зимний период, вы понимаете, можно отделку делать и фасадную часть тоже оставляем на зимнее время, декабрь. И в целом установил срок, начало, окончание всех работ, 1 января, чтобы дети могли уже посещать актовый зал и спортивный зал с нового года, 23-го года. Также в проекте предусмотрено подвальное помещение. Здесь будут установлены раздевалки, душевые и все необходимое для школьников. Разрешение получили на днях. Работу начали недавно. Понятно, что до этого был большой этап подготовительный. Это и новый проект сделан по современным требованиям, потому что требования существенно изменились. Это проект пришел в госэспертизу. Понятно, что процедура с землей и прочее, прочее, прочее. Но работы сами начались буквально на днях. И мы видим темпы очень серьезные и обнадеживающие. Я думаю, что задачи, которые поставлены главой, подрядчики исполнят. До начала нового учебного года осталось меньше месяца. Помимо личного контроля главы республики по готовности образовательных учреждений Тувы к новому учебному году, также с 3 августа проверки проведет комиссия Министерства просвещения России. Инна Клоян, Шалбан Магуша, Заматачур, телеканал Тува-24. Министр дорожно-транспортного комплекса Шоран Чаргалул доложил главе республики о промежуточных итогах работы. В первую очередь, это разработка пятилетнего плана развития дорожного комплекса Тувы. В 2022 году в Туве по линии национального проекта «Безопасные и качественные дороги» ремонтируют 13 участков региональных и муниципальных дорог общей протяженностью свыше 30 километров. Ранее Владислав Хавылык ставил задачу сформировать план развития дорожной сети до 2027 года с учетом первоочередных и стратегических задач развития республики. В целом у нас выходит 218 километров. Это у нас и по строительству, и по капитальному ремонту, и по реконструкции, и по ремонту. Конечно же, основной объем уходит на капитальный ремонт и реконструкцию, так как понимаем, что у нас сейчас нагрузки на ось транспортных средств возросла. Те дороги, которые у нас были расширены в 60-е и 70-е годы, они уже не соответствуют тем требованиям и нормам, которые существуют сегодня. Эти нагрузки принимать на себя уже не могут в полной мере. При этом особое внимание будет уделено состоянию опорной сети республики, куда входят дороги Абакана-Агдавурак, Агдавурак-Чадан, Кызыл-Эрзин, объездная дорога Кызыла, подъезд Акерик-Госграница, а также и федеральная трасса Р-257. На Кызылскую агломерацию уже приходится 8 участков. Мы проведем соответствующую корректировку, спланировать до 2021 года. В текущем году позволит также доложиться. У нас в выполнении составляет 62% технической готовности. На большей части, конечно же, основные работы все выполнены. По городской агломерации выполнены в полном объеме, в рамках которых мы реализуем по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги». Кроме того, Шаран Шергало сообщил, что во исполнении договоренности, достигнутой в июле этого года Владиславом Хавалыгом с первым заместителем министра транспорта России Андреем Костюком, региональное ведомство готовит заявку для включения федеральный пятилетний план дорожного строительства трех участков федеральной трассы Р-257 «Енисей» на отрезке Кызыл-Чадан в 2023 году. Подписан указ главы Тувы о создании на территории республики ветеринарной службы, которая будет осуществлять лечение, профилактику и вакцинацию животных. Ранее вид службы функционировала как отдельный орган исполнительной власти, но в 2018 году ее расформировали и создали вместо нее под крылом регионального минсельхоза «Республиканский ветеринарный центр» как бюджетное учреждение. Глава Тувы подписал указ о создании ветеринарной службы республики, тем самым определив им отдельные полномочия в области ветеринарии, что даст определенный толчок для ведения ветеринарной безопасности республики, а самое главное – позволит наладить работу в области ветеринарии региона. Как сообщили в ведомстве, из-за реорганизации бывшей ветеринарной службы в 2018 году были определенные трудности по ведению данной отрасли. Однако решение данной проблемы прорабатывалось на уровне главы региона с 2021 года. Глава Тувы Владислав Ховалых поручил Минздраву региона усилить работу по вакцинации и ревакцинации населения, а руководителям органов исполнительной и муниципальной властей оказать содействие в своевременном получении прививки членами трудовых коллективов. Вакцинация снижает вероятность передачи вируса и существенно уменьшает риск осложнений в случае заболевания. В регионе есть необходимый запас вакцин, а для удобства жителей продолжают работать дополнительные пункты вакцинации, сообщает министр здравоохранения Тувы Анатолий Югай. И немаловажным фактором, естественно, дальнейшего распространения и в плане тяжести состояния все-таки у нас остается вопрос о вакцинации и ревакцинации. Наша республика на сегодня первым компонентом вакцинирована на 98%, но это с учетом прошлого года. Как мы знаем, у нас иммунитет в течение 6 месяцев падает, соответственно, иммунная защита организма уже не может справиться. Наличие вакцины в республике в настоящее время достаточно. Первый компонент более 15 тысяч доз, второй компонент более 18 тысяч доз. К другим темам – сметана, творог, масло, йогурт и не только. В Туве в прошлом году переработано более 3000 тонн сырного молока, что больше к уровню 2020 года почти на 15%. На мини-цехе по переработке молока села Оржан-Пихемского района побывала Айрасат. Температурный режим, время и необходимые ингредиенты. В технологическом процессе производства молочных продуктов есть свои нюансы. СПО Оржан в прошлом году переработал более 450 тонн молока. С 2007 года мы принимали молоко, работали совместно с молокозаводом Мангушан Миром и Резоловичем. До 2014 года мы сдавали молоко, два молока. Население сдавало и все члены с полка сдавали. В данное время работаем со спид-центром, поставляем молоко для работников с нашим садиком села Оржан-Аленушка и поставляем рынок на рынке. Различные йогурты, кефир, снежок, творог, сливочное масло – все это и многое другое с полка Оржан реализуют в родном селе и отправляют в социальные учреждения и магазины столицы Тувы. Предприятие заработало еще в 2006-м, далее начали работу по приему молока. А в 2013 году Нелли Чамзы стала участником одного из губернаторских проектов, в рамках которого для открытия мини-цеха по переработке молока получила необходимое оборудование на общую сумму более 5 миллионов рублей. Нелли Чамзы – участник губернаторского проекта «Одно село, один продукт». В 2015 году они открыли свой мини-цех по переработке молока. Например, прямо сейчас здесь готовится ряженка. Вариться она должна 5 часов. В работе мини-цеха в этот период задействовано 6 студентов и четверо безработных. По хозяйству помогают и дети. В летние каникулы мы приезжаем к бабушке, помогать ей. Производим очень вкусные йогурты, твороги, сметаны. У нас очень вкусные, натуральные. Йогурты на предприятии делают питьевые и с различными вкусами, но это только пока. В планах изготовления густых и термостатных на мини-цехе выпускают и продукты национальной кухни. Топленое масло. Глубокой осенью мы начинаем делать курорт, аржи в летнее время. Хотелось бы открыть ферму. Таковой фермы нет. Но фермы хотелось бы еще. Хотелось бы маленько расшириться и приобрести еще дополнительное оборудование. Но в данный момент я заказала на 100 литров маслобойку и полуавтомат по розливу молока. Создание трех молочно-товарных ферм по производству молока, развитие крестьянских фермерских хозяйств и увлечение объемов производства молочной продукции. Эти цели и задачи в регионе планируют реализовать в рамках инвестиционного проекта. Проект «Молоко Тувы». По проекту разработан сейчас паспорт и план мероприятий «Дорожная карта». Дорожная карта действует в этом году и в следующий год. Проект привлекает сельскую молодежь к ведению традиционных отраслей животноводства в республике. И также этот проект предусматривает развитие дальнейшей крестьянской фермерских хозяйств. И наш проект реализуется в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития республики Тува. В пищевой и перерабатывающей промышленности республики задействовано более 400 человек. На мини-цехе села Оржан работает и специальное оборудование для выдува, бутылок и тар. В 2021 году в Туве функционировало 10 цехов по переработке молока. В этом году их число возросло до 13. Один из них по сегодняшний день успешно работает в селе Оржан. Айрасат, Биамагуш, Азамато, Чур, Тува, 24, Пиехемский район. В 2022 год наблюдается бум клещевого нападения. Так, присасывания клещей зарегистрированы на 17 административных территориях республики. На сегодняшний день в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в республике Тува исследованы клещи, снятые с людей и с объектов окружающей среды свыше 5,5 тысяч. Из них положительных на наличие возбудителя клещевого вирусного энцефалита в 195 пробах. Клещевого баррелеза – 591. С начала эпидемиологии в лечебно-производческие организации республики обратились всего 1302 человека, пострадавших от присасывания клещей, в том числе детей до 17 лет – 662 человека. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года отмечается увеличение количества пострадавших от присасывания клещей на 21%. Всего в стационаре инфекционной больницы Тувы от вирусного клещевого энцефалита лечатся 52 человека. Основную часть заболевших составляет взрослое население старше 18 лет. Больше всего клещевым вирусным энцефалитом болеют в сельской местности. Тем не менее, нужно помнить, что заразиться можно даже гуляя в парке. В республике вакцинировано против КВЭ более 30 тысяч человек. Напоминаем, что вакцинация – наилучший способ избежать серьезных последствий. Это были новости на Тува-24. Берегите себя.